Давайте двигаться дальше. Заимствовали они, не находили его, оно не упало к ним, как глаз с небес. Ну мы уже об этом говорили, только теперь мы знаем, что они не с небес упали, они вышли из условий исторических, географических, политических и так далее. Но важно только то, что они вышли случайно. Человек сначала облахил ценности вещи, чтобы сохранить себя. Он создал сначала смысл вещей, человеческий смысл. Поэтому называет он себя человеком, то есть оценивающим. Да, и это важный момент. Чтобы жить, человек должен создавать ложь, потому что жизнь невыносима. И он создает ее, но создает ее, обманывая себя. Он создает ложь, говоря себе, это правда, это истина. Так появляется Бог. Ницше бросит гораздо более интересное обвинение Господу нашему, когда скажет, люди создали Бога, сделав Его всесильным. Могли ли они сделать Его всесильным, не будучи всесильными? Могли ли они дать Ему больше силы, чем у них было? Нет. Это значит, что они создали лживого посредника. Они создали Бога, чтобы обращаться к Нему, чтобы Он делал то, что они хотят. Но все силы Бога – это их собственные силы. Я снова наступаю на мину. Вспомните момент из детства, когда вы совершали какую-то глупость и начинали молиться. И говорили, я поверю в тебя, только если ты исправишь это. Помните этот момент? Нет. Это значит, что вы на самом деле прибегали к своей собственной силе, создавая лживого посредника. Иными словами, Бог обессиливает людей, воруя у них их собственную силу. Бог это не надо. Нет. Смотрите, Бог всесилен. Если мы Его создали, могли бы мы иметь меньше силы, чем Бог? Бог создается как что-то, что может решить проблемы тогда, когда не можете решить, как вы. Правильно. Может Он это сделать? Нет. Но вы в Него верите. Если Он может это сделать, значит, это сделали вы. Вы говорите себе, с Божьей помощью я это сделаю. И делаете. Вера сворачивает горы. Это ложь. Потому что это вы сворачиваете горы. В этом смысле Бог отнимает у вас силы. Бог делает вас бессильны. В попытке управлять миром, человек сам сделал себя бессильным, создав живого посредника. Теперь этот посредник мертв. Мы должны вернуть себе все эти силы. Человек сначала вложил ценности вещей, чтобы сохранить себя. Он создал сначала смысл вещей, человеческий смысл. Поэтому называет он себя человеком, то есть оценивающим. Оценивать значит создавать. Слушайте, вы созидающие. Оценка драгоценностей, сокровища всех оцененных вещей. Да, теперь вы понимаете, что созидающий – это оценивающий. Что благородный – это оценивающий. Не делающий, не строящий – оценивающий. Из оценки впервые возникает ценность. И без оценки был бы пустой пути. Да, и без оценки ничто не имело бы смысла. Слушайте это, вы созидающий. Перемена ценностей – это перемена созидающих. Всегда уничтожает тот, кто должен быть созидательным. И снова, перемена ценностей – это перемена созидающих. Созидающий – это всегда уничтожитель, в первую очередь. Всегда поглотитель. Всегда злодей. И в этом смысле благородный всегда злодей, потому что он всегда созидающий, всегда выступающий против текущего порядка. Созидающими были сперва народы И дальше идет эволюция созидания Созидающие были сперва народы Помните теперь народы мертвых Были сперва народы лишь позднее отдельной личности Поистине сама личность есть еще самые юные создания Народы некогда поставили перед собой, над собой скрижать добра Любовь, желающая господствовать, любовь, желающая повиноваться Вместе создали себе эти скрижали Достаточно Ранее мораль существовала только для сохранения народов То есть для сохранения коллективов Ранее она была только коллективной Теперь мораль должна существовать для сохранения индивидов Это новая мораль, индивидуальная мораль Если для человечества нужна одна мораль Нужна одна скрижаль, нужна одна цель для того, чтобы было человечество Как может оно сосуществовать одновременно с тонной, с толпой индивидуальных моралей. Как может одновременно существовать все человечество с единой целью и некая группа людей, цели которых полностью разнятся друг от друга и от цели человечества. Так золотуюство придет к мысли, мысль, которая будет высказана ближе к концу, об избранном народе. Единое человечество, управляемое избранным народом. Но этот избранный народ избран не богом, не природой, не случаем. Этот избранный народ создан самим собой. Докажите, что вы есть член избранного народа. Изберите себя. О ком идет речь? Давайте, Максим Павлович, о ком идет речь? Избранный народ, кто это? Ну, избранный народ, это в будущем, это аристократия. Аристократия духа, скажет Ницше, кто все эти люди? Профессию назовите, профессию в кавычках. Кто это? Это философы, конечно. Конечно. Докажите, что вы член избранного народа. Войдите в философию. Сделайте себя избранным. Только так единое человечество может существовать, потому что над ним существует его противоположность, избранный народ. Только так может существовать избранный народ один, потому что у него всего один противник. Одна антитеза. Единое человечество. Народы мертвы. На их место встает государство. Государства должны быть сняты, ибо они отвратительны. Для этого должны быть уничтожены все государства. Должно быть единое человечество. Но без перспективы единое человечество никуда не ведет. Это анархизм. Это ничто. Это последний человек. Поэтому нужна перспектива. Нужен перспективизм. И тогда в противопоставлении единому человечеству появляется избранный народ. Избранный народ не будет таким же отвратительным государством? Нет. Избранный, во-первых, потому что это не народ в смысле народа. Это не народ с единой моралью. Это не народ с бюрократией. Это не народ с государством. Философы, правящие миром с помощью ценностей. Не с помощью приказов. Не философы-цари. Но вопрос. Они ведь не будут верить в свои ценности. Потому что их ценности созданы не для них. Ну да. Это сложный вопрос. Может ли сверхчеловек верить в ценности, которые он создал? Может и должен. Такова его воля. Почти меняются. Конечно. Конечно. То есть сверхчеловек должен жить по правилам, которые созданы люди? Наоборот. Обычные люди должны жить по правилам, созданным избранным народом. Но избранный народ не должен жить по этим правилам. Но сверхчеловек должен следовать своим правилам. Да. Но он всегда меняется. Народ не может меняться с такой скоростью. Простые люди не могут меняться с такой скоростью. Избранный народ и есть высшие люди. Получается, всех человек разнослирует мораль избранного народа? В том-то и дело, что избранный народ не народ. У него нет морали. Он максимально индивидуален. Каждый представитель избранного народа индивидуальность, и потому у него у каждого своя собственная мораль. И поэтому они составляют избранный народ в противопоставлении человечеству. Получается, избранный народ будет все равно состоять... Обших ценностей, естественно, у него не будет. То есть у них будет ценность, постоянно конфликтующая друг с другом. То есть это будет общность, находящаяся в конфликте. В постоянной борьбе. Я не к миру призываю вас, а к войне. Конечно. Те, как стаду, стад, чем те, как я. И похода добрая совесть именуется стадом, лишь дурная совесть говорит я. Я пытался вспомнить в прошлый раз о том, какие понятия Ницше элиминируют. Шристианские понятия. Это свободная и несвободная воля, чистая и нечистая совесть, и эгоизм, и альтруизм. Эти пары убираются Ницше. Только дурная совесть говорит я. Поэтому представители сборного народа поначалу всегда чувствуют себя, индивид поначалу всегда чувствуют себя больным, странным, не таким, как все. Поистине лукавое я, лишенное любви, ищущее своей пользы и в пользе многих, это не начало стада его гибель. Любящими были всегда и созидающими те, кто создал добро и зло. Огонь любви горит на именах всех добродетелей и огонь гнева. Много стран видел зарадуста, и много народов больше сил не нашел зарадуста на земле, чем дела любящих добро и зло, и их имя. Да. Теперь вы должны сознательно создавать ценности. Прежние ценности были результатом случайности, результатом глупости, результатом ошибки. Настало время не для народов, они закончились, а для индивидов создавать ценности. И чаще всего индивиды создают ценности именно для народов. Золотуста нельзя перечислять всех этих прекрасных людей. Помните, кто дал христианству его ценности. Помните, что стало с тем, кто дал христианству его ценности. Разница в том, что если раньше коллективы создавали для себя ценности случайно, теперь индивид может создавать для них ценности намеренно. Коллектив никуда не уйдет, коллектив никуда не денется, коллективная мораль не исчезнет. Потому что если она исчезнет, исчезнет и сам коллектив. Но совместная жизнь – это необходимость. Совместная жизнь – это не выбор. От нее нельзя избавиться. Это мы уже поняли. И потому коллективная мораль должна присутствовать всегда. Другое дело, что теперь это должна быть единая мораль. По истине власть этой хвалы и хулы чудовища. Скажите, братья, кто его победит? Скажите, кто набросит этому зверю цель на тысячу шеи? Тысяча целей существовала до сих пор, и у него существовало тысяча народов. Не достает еще только цепи для тысячи шеи. Не достает единые цели. У человечества еще нет цели. Но скажите же, братья мои, если человечество не достает цели, еще цели, то, может быть, не достает еще и самого? Да, и его самого. И его самого. Как у него есть еще для некой человечества? Да. Если раньше всякая мораль исходила из прошлого, деды воевали, да? Вот это вот все. Если раньше всякая мораль была результатом случайности, исходила из прошлого, теперь мораль всегда будет исходить из будущего, из цели. Цель делает нечто моральным или неморальным, но, естественно, для народа. Если раньше мораль была результатом существования самого коллектива, то теперь мораль будет предопределять сам коллектив. Все народы должны пасть и должно появиться единое человечество. Но над ним один избранный народ. Это пиковая глава. Заразуство начинает сначала. Он ищет учеников, ищет молодых людей. Он начинает говорить им, все, что вы слышите, все исходило от больных. Все мораль, которая досталась вам, вся она исходила от больных, больных телом. Все, что вы слышите, исходят из вашего тела, вашего здорового тела. И в этом смысле молодое тело чаще здоровое тело, чем старое тело. Затем он говорит им, теперь, когда вы готовы скинуть с себя эти ценности и стать львом, вы должны покинуть этот мир. Уйти в одиночество. И последний шаг к одиночеству это одиночество вдвоем, одиночество с другом. Оно тоже возможно. Но это все равно одиночество. Одиночество. Да, одиночество вдвоем с самим собой, и потому появляется третий, чтобы вам было тяжело разговаривать. Но это все равно одиночество. И, наконец, Затуссра говорит им, но этого мало в вашем духовном путешествии. Вы должны сделать следующий шаг. Стать львом и победить дракона. И когда вы победите дракона, вы докажете, что вы можете стать изданным народом. Но одновременно вместе с этим ваша цель не просто сказать «нет», не просто быть нигилистом. Ваша цель сказать «да». Да чему-то, не всему. И эта цель сказать «да» будет определять для себя цель для будущего единого человечества. О чем же Затуссра будет говорить в дальнейшем? Есть ли логика в его словах? Какая следующая речь? О любви к ближнему. О любви к ближнему. Начиная отсюда, начинается новый список добродетелей. Помните, Затуссра говорит «мне нужны ученики, которые пойдут туда, куда я скажу». Это не ученики, которые идут, куда они хотят. Это ученики, которые идут туда, куда им говорит Затуссра. И теперь, когда Затуссра говорит «станьте львом», и его ученики становятся львами, он начинает ограничивать их. Он начинает снова делать их львами. Начинает говорить о списке новых добродетелей. Этот список новых добродетелей, давайте я открою оглавление, и вы откроете оглавление. Следующая наша глава о любви к ближнему, о пути созидающего, о старых и молодых бобенках, об упуси змеи, о ребенке и браке, о свободной смерти, о дарящей добродетели. Все это глава о добродетелях, финальная из которых, высшая из которых, это воля к власти. У льва еще нет воли к власти, но у ребенка есть. Поэтому часть вторая начинается, заметьте, с чего? С какой главы? Ребенок с зеркалом. Ребенок это ученик золотустра. Давайте посмотрим, что это за новый список новых добродетелей, которым призывает золотустра, теперь, когда он сказал своим ученикам о цели, которые они должны идти. Как прийти к этой цели? О любви к ближнему. О любви к ближнему. Итак, что говорит христианство? Безусловная любовь к ближнему. Что говорит золотустра? Но я говорю, ваш любовь к ближнему это ваша дурная любовь к самим себе. Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетельно. Я насквозь вижу ваше бескоролистье. Ты старше, чем я. Ты признан на священном, а я еще нет. Оттого живется человек к ближнему. Разве я советую вам любовь к ближнему? Первая заповедь это уважать другого. Но эта заповедь должна быть замена заповедью уважать себя. Ты старше, чем я. Отсюда возникает любовь к ближнему. Но теперь, казалось бы, должна возникнуть любовь к самому себе. Но золотустра не проповедует любовь к самому себе. Любовь к я, а не к ты. Почему золотустра не проповедует любовь к самому себе? Потому что любовь к себе это жалкое довольство собою. Это грязь и жалкое довольство собою. Именно поэтому если любить себя, то будущего себя, а не текущего себя. Любить дальнего, а не ближнего. Ибо кто ближе к вам самому, чем вы? То есть получается, любовь к ближнему заменяет любовью к дальнему, то бишь любовью к будущему. Но это будущий вы, да? Это не будущий кто-то. Потому что он там, вдалеке. Его еще нет. Его еще нет. Вы еще не видите его. Смотрите, вы стоите перед детками, вы видите себя. Вы можете обнять себя и полюбить себя. Но вы не видите в зеркале будущее. И потому вы не можете обнять себя и полюбить себя в будущем. И в этом смысле будущее далеко. Любить и дальнего. Ультимативно, конечно, золотовцы скажут, это любовь к сверху человеку. Максимально дальний от нас, это сверх человек. Но это не мы. Это не я. Выше ближнего любовь к дальнему и к будущему. Выше еще, чем любовь к человеку, у любых к пещам и к призракам. Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекраснее тебя. Почему же не отдаешь ты ему свою плоти, свои кости? Да, что... О чем говорит золотовство? О том, как постепенно рождается любовь к дальнему. Что это за любовь к дальнему? Любовь к призраку. Что это призрак? Любовь к сверху. Не-не-не. Раньше да, сейчас нет. Это идея. Будь готов умереть ради идеи, это уже лучше, чем быть готовым умереть ради ближнего. Но это еще не смерть ради дальнего, ради будущего. Вы не выносите себя самих и любите себя недостаточно. И вот вы хотите соблазнить ближнего к любви и позолотить себя его заблуждением. Еще один источник любви к ближнему это, конечно же, попытка дать себе дополнительную оценку. Мало смотреться в зеркало. Нужно, чтобы кто-то со стороны подтвердил, какой вы хороший. Но любовь к ближнему требует, чтобы и вы, и тот, к кому вы подходите, оба подтвердили, что вы хорошие. Отсюда и возникает этот требование любви к ближнему. Как можно жить, зная, что вы плохой? Поэтому вам нужен кто-то такой же плохой, который скажет, не-не-не, мы оба хорошие. Ты хороший, я хороший. Мы хороши вместе. Ну или вы возьмете себя и стать... Ну это если... Да, конечно. Мы сейчас говорим о том, откуда возникает любви к ближнему. Можно ли любить друга, который тебя сподвигает к улучшению? Да, потому что он дальний, он золотой идол. Именно это в нем и можно любить, да? Нельзя любить в нем ближнее, только дальнее. Я хотел бы, чтобы вам стали невыносимо всякие ближние соседи их. Тогда вы были бы должны из себя самих создать себе друга с приобретенным сердцем. Да, свой собственный золотой идол. Собственный образ в виде золотого идола. Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя. И когда вы спланили его хорошо думать о вас, вы сами хорошо думаете о себе. Да, Митча элаборирует эту мысль в каком-то из других произведений, я не помню в каком. И, конечно, там скорее будет сказано о женщине. Да, речь идет о том, что женщина хороша только тогда, когда она хороша в глазах других. То есть она хорошо о себе думает только тогда, когда хорошо о ней думает кто-то еще. Это психологическое замечание о женщинах Нитча распространяет на всех людей. Большинство людей недостаточно любят себя, недостаточно самоуверены, чтобы любить себя. И потому им нужна помощь со стороны кого-то другого. Помните, как мама все время говорила вам, ничего страшного, вы на самом деле хорошие, вы красивые, вы самые лучшие. Мама ушла, и вы ждете, что ее кто-то заменит. И вы ищете того, кто ее заменит. И отсюда возникает требование любви к ближнему, потому что бесплатно ее никто не заменит. Лжет не только тот, кто говорит вопреки своему знанию, но прежде всего тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Так говорите вы о себе, общаясь с другими и обманываете себя на счет соседа. Да, даже познай самого себя стоит выше, чем заповедь «люби ближнего». Потому что тот, кто любит ближнего, тот не знает самого себя и не хочет знать самого себя, ибо он хочет знать себя только в глазах ближнего. То есть греки даже в этом стоят выше, чем христиане. Так говорите вы о себе, общаясь с другими и обманываете себя насчет соседа. Так говорит глупец. Общение с людьми портит характер, особенно, когда его нет. Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой, потому что хотел бы себя потерять. Ваша дурная любовь к себе создает тюрьму из одиночества. Ну я думаю, что не нужно комментировать про одного и второго, который идет, чтобы себя потерять и который идет, чтобы себя найти. Да, не оплачивают вашу любовь к ближнему. И это самое страшное обвинение. Будущее в обмен на сейчас. Любовь к ближнему заставляет вас жертвовать будущим в обмен на утешение. сейчас. И если вы собираетесь пятером, это тоже хорошее психологическое замечание. Если вы собираетесь пятером, шестой всегда должен умереть. Шестой всегда должен умереть. Правильно. Давайте я приду вам пример и с того наступлю на мину. Замечали ли вы когда-нибудь, что группа строится вокруг того, кого в группе все пинают? Ни один коллектив не существует без изгоя, которого пинают все. Это и есть как это? Обряд ассоциации с коллективом. Вы приходите в новый коллектив, пните того, кого все пинают. И так в любом коллективе. Это и есть любовь к ближнему. Быть таким же, как он. Но быть таким же, как он, это быть коллективом. Быть частью коллектива. И коллектив не существует без шестого, которого все пинают. Все пинают либо... А это не имеет значения. Поверьте, чем в большем количестве коллективов вы будете существовать одновременно, тем больше вы будете видеть, что выбор того, кто является изгоем этого коллектива абсолютно случайный. А если бы изгоя есть в каждом коллективе? В каждом. Коллектив не строится иначе. Там, где есть третий, там всегда есть изгой. Мне за натурство, прошу прощения. Конечно, щедро говорить, там, где есть шестой, всегда есть изгой. Там, где есть третий, всегда есть изгой. Даже эта любовь к ближнему не чистая любовь к ближнему. Не совсем чистая любовь к ближнему. В ней есть скрытые мотивы. Я не люблю ваших праздников. Слишком много актеров находил я там. И даже зрители вели себя часто как актеры. Не оближь, не мучуй о вас, но о друге. Друг пусть будет для вас праздником Земли и почувствуем сверхчеловека. Заметьте, именно потому что друг второй, а не третий. Но главное в друге то, что он говорит вам о будущем и не призывает вас жертвовать будущим во имя настоящего. То есть друг не утешает вас, друг вызывает у вас ужас перед будущим. И понятно, что третий на фоне золотого идола это всегда изгой. Хорошо. Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкой его, если хочешь быть любимым переполненными сердцами. Я учу вас о друге, в котором мир являет себя завершенным, как чаша добра. О заседающем друге, всегда готовым подарить вам завершенный мир. И как мир развернулся для него, так вновь для него он свертывается в кольца. Как становится добро и зла, как становится цель случая. Будущее и само дальнее пусть будет причиной твоего сегодня. В своем друге должен любить ты сверхчеловека, как в свою причину. Как в свою причину. Братья мои, не любовь к ближнему свету я вам. Я советую вам любовь к дальней. Ну прямо противоположное тому, что советует Иисус. Да, здесь я обращаю ваше внимание на кольца, которых со временем будет становиться все больше и больше. Ну, я имею в виду, повторяться они будут все чаще и чаще. У меня еще была, когда я читал эту главу, другая интерпретация. Да, очень. Любовь к ближнему, это любовь к случайности, то есть любой коллектив, в который ты попадаешь, попадаешь туда случайно. И ближние, окружающие тебя люди, они становятся случайными, ты в этом коллективе начинаешь искать себе друга и еще что-то. А любовь к дальнему, это поиск человека не по принципу тех, кто окружает тебя, а по принципу поиска своих единомышленников для того, чтобы двигаться к нему, к сверхчеловеку. Потому что это не только, то есть я понимаю, это просто временное, то есть это любовь к будущему человеку, но это еще любовь к человеку, пространственная такая, любовь к дальнему, то есть любовь к человеку, который вместе должен его искать, чтобы вместе с ним, ну, собственно говоря. Ну, тогда с одним, да, не с коллективом. То есть с другом, про которого говорится раздустая. Да, то есть ты должен искать его не среди своих ближних, а среди... Где-то, то есть территориально где-то далеко. Да. Не, ну то есть как абсолютно, наверное, не исходя из ситуации... Потому что это тоже случайность. Ну да, 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 да. Чаще всего мы находим друзей, которые являются ближними, да, то есть вы вышли в песочницу и в песочнице сказали, давай будем друзьями. Но по факту того, что песочница просто одна, да? То есть понятно, что друг это не случайность, что друг это поиск. Не каждый человек может стать вашим другом. И искать равного можно, порой, бесконечно. Можно не найти. Более того, чаще всего именно будет происходить тот факт, что вы никогда не найдете его. Хорошо, давайте будем двигаться к следующей речи. О пути созидающего. Ты хочешь брату идти в уединение? Итак, наконец-то среди учеников золотухства есть те, которые хотят уйти в уединение. Он научил их, он сказал им, идите прочь от политики, государства и толпы. И, естественно, прочь от сводострасти. И теперь они идут прочь. Что же должен сказать им, в этом смысле? Ты хочешь искать путь к себе? Помедлий немного и выслушай меня. Кто ищет, легко теряется сам. Всякое уединение есть грех. Так говорит стадо. И ты долго принадлежал к стаду. Голос стада еще будет звучать к тебе. И когда ты скажешь, у меня уже не одна совесть с вами, это будет с жалобой и болью. Смотри, саму эту боль породила единая совесть. И последний отблеск этой совести горит еще и на твоей печали. Но ты хочешь следовать пути к своей печали, пути к самому себе? Так покажи мне свое право на это и свою силу. Ты новая сила и новое право. Начальное движение, вечно вращающееся колесо. Да, помните, ребенок и есть вечно вращающееся колесо. Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя? Да, можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя? В по ту сторону добра и зла есть отличная фраза. Я не помню, как она начинается, я помню, как она заканчивается. Вокруг героя все становится трагедией, вокруг бога все становится миром. Если вы бог, то вы и есть создатель мира. И это вопрос. Можешь ли ты стать богом? Можешь ли ты причислить себя к избранному народу? Можешь ли ты создать мир вокруг себя? И заставить его вращаться вокруг себя? Ах, так много вожделений и высоты. Так много судорог честолюбцев. Покажение, что ты не из вожделеющих и не из честолюбцев. Ах, как много и есть великих мыслей, от которых пророку не больше, чем от кузничных мехов. Они надувают и делают более пустым. Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль, я хочу ее услышать, и не то, что избежал ты ерма. Да. Не то, что ты, становясь ребенком, для вас лев теряет всякое значение. То, что ты стал львом, не достижение, теперь, когда ты становишься ребенком. Да. Кому позволено избежать ерма. Таких немало, кто сбросил свою последнюю ценность, когда сбросил рабство. И тут заставить вопрос, который потом психоаналитика поднимет на свой стяг. И главное, что на свой стяг поднимет один из учеников Фрейда. Давайте, Максим Фромович. На вас вся надежда. Со свободой связанный вопрос. Бегство с собой. Ну, 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 вы угадываете правильно, это Фром, но как звучит вопрос? Свобода от или свобода для? Смотрите, это великая разница. Свобода от и свобода для. Потому что свобода от – это свобода раба. Раб хочет сбросить с себя все. Такова его цель. У него нет цели ничего создавать. Ему нужна свобода, чтобы, наконец, перестать быть под ермом. Но подлинная свобода не это. Подлинная свобода – это свобода для. Господин является свободным для чего-то, для какого-то достижения. Вы стали львом и сбросили с себя ермо. Вы сделали это, потому что устали быть лобом? Если да, то вы остались лобом. Вы сделали это, потому что хотите что-то создать, и вам мешало то, что висело на вас дать. Тогда вы можете стать членом избранного народа и представителем избранного народа. Свободные от чего? Какое дело до этого за ратусты? Но твой взор должен ясно поведать мне, свободы для чего. Можешь ли ты дать себе свое добро и зло, и поставить над собой волю свою, как закон? Да. Иными словами, хватит ли у тебя силы, мы на самом деле забегаем вперед и говорим, воли к власти, поверить в созданные тобой же ценности? Заставить себя поверить в те ценности, которые ты создал и все уязвимости, которых ты знаешь. Это серьезнейшее испытание. Ребенок верит всему, что он создает. Так велика его воля к власти. У него нет проблем с этим. Даже в придуманные миры и в потусторонние миры верит ребенок. Это не проблема для него. Ребенок легко верит всему. Всему, что создает сам. Можете ли вы теперь в сознательном возрасте иметь такую большую волю к власти, чтобы верить сознательно в сознательно созданные ценности? А прокидывать их, строить новые и заставлять себя верить в новые сознательно? Потому что если вы не сможете это сделать, вы ничем не отличаетесь от обезьянных. Вы циник. И вы говорите тогда, какая разница между ценностью А и ценностью Б? Я выдумал это и выдумал это. Ничто не имеет значения. И из циника вы превращаетесь в пессимиста. Или остаетесь циниками, если у вас еще хватает сил хохотать над этим. У вас забыть на единицу судьей, мстящим за свой закон. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и ледяное дыхание одиночества. Да. Звезда. Что такое звезда? Это солнце. Из начала. И звезда из конца. Когда Затус будет жаловаться в одной из глав. По-моему, это одна из песней. Когда он будет говорить, как может жить солнце, потому что оно никогда не может воспринимать. Оно может только давать. Как бы я хотел прилинуть к составу света, но я не могу, потому что я есть свет. Как бы я хотел быть воспринимающим, а не создающим, но я не могу, потому что я есть создающий. Это страшная проблема. Проблема одиночества. О которой Затус предупреждает уходящего в одиночество ученика. Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты одинокий. Сегодня еще есть у тебя все твое мужество и твои надежды. Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь твоя гордость согнется и твое мужество заскрипит. Когда-нибудь ты закричишь, я одинок. Как и любые другие книги Ницше, и вы знаете, узнаете об этом, если начнете читать черновики и наброски и комментарии к черновикам и наброскам, она глубоко личная. Ницше очень одинок. Ницше невероятно одинок, и он постоянно жалуется на это, особенно в письмах и в черновиках. Он один. Даже если рядом будет второе солнце, солнце не воспринимает свет солнца. Солнцу не нужен свет солнца. Для другого солнца свет одного солнца ничего не дает. Что дает свет солнца? Тепло. Теплой свет. Но вы и есть теплой свет. Именно поэтому созидающий всегда одинок. Если раньше Золотуссер говорил уходящему в одиночество, ищи друга, теперь он говорит, так не будет. Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а низменное увидишь, где же камблиста. Само твое возвышение будет пугать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты закричишь, все ложь. Есть чувства, которые хотят убить одинокого. Если это не удается, они сами должны умереть. Способен ли ты быть убийцей? И здесь новая опасность для созидающего. Способен ли ты быть убийцей? С помощью чего убивает созидающий? С помощью чего убивает Золотуссер? Мужество? Вот лучше убийца. Будь мужественным. Но когда Золотуссер говорил нам это в прошлый раз, что он имел в виду? Кому он это говорил и зачем? Юноше, которое... О дереве на горе, да. В чем проблема он был с юношей? Он был поражен завистью. Но завистью перед кем? Перед тем, кто обогнал его по лестнице. Это проблема поднимающегося. Но проблема того, кто наверху, другая. Тот, кто находится наверху, смотрит вниз. Если верить к ним. А то вы давайте досчитайте его в видео. Тот, кто находится, какой он хочет. Нет, нет, сейчас, сейчас, сейчас. Знаешь... Это одна из опасностей. Не всякому юноше... Не всякому юношу Золотуссер вызывал зависть. Знаешь ли ты уже, брат мой, слово презрение. И муку твоей справедливости быть справедливым тем, кто тебя презирает. Ты вынуждаешь многих переменить и тебе мнение. Это ставят они тебе в большую вину. Близко подходил ты к ним и все-таки пошел мимо. Этого они никогда не простят. Ты превосходишь их. Но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим кажешься в глазах зависти. А больше всех ненавидит того, кто летает. Да, преодолеть зависть должен не только смотрящий вверх, как юноша, но и смотрящий вниз. Как намеревались вы быть ко мне справедливыми, должен ты говорить. Я выбираю вашу несправедливость как предназначенный мне удел. Несправедливости грязь бросают они вслед одинокому. Но, брат мой, если хочешь ты быть звездой, ты должен свидетельствовать им неслабеешься. Да, и это следующая проблема, к которой Заратустра подойдет потом в главе об отребье. Как так получается, что отребье тоже нужно? И сам факт того, что Заратустра ненавидит отребье и хочет отомстить отребью, отравляет его учение, потому что в нем самом есть дух мщения. Он возникает не из зависти к отребью. Или, по крайней мере, я не вижу, как он возникает из зависти к отребью. Но то, к чему ведет зависть к духу мщения, то уже сидит в Заратустре по отношению к отребью. И он не знает, как ответить на этот вопрос. И ответ на этот вопрос будет в вечном возвращении. Почему Заратустра спускается вниз? Потому что Заратустра говорит, вы деградируете, а надо подниматься вверх. Нет другого выбора, деградировать или подниматься вверх. Но раз вы деградируете, надо подниматься вверх. Это значит, что он ненавидит деградацию, ненавидит деградирующих, ненавидит опускающихся. Это значит, что он отравлен духом мести по отношению к ним. Он хочет отомстить им, он хочет уничтожить их. А за что? За то, что они существуют. Ну а без них не будет существовать его. Потому что не будет, а не будет трава, а не будет, господин. Да, да. Эту проблему он осознает позднее, конечно. Конечно, конечно. Но это все, смотрите, сверхучение сверхчеловека рождается из желания мести по отношению к неудавшимся. И будет ли сверхчеловек, если не будет неудавшимся? Да, это тоже будет отверстие, что Заратустра должен принять отребье. И для этого он примет вечное возвращение. И Заратустра должен принять, что сверхчеловек и последний человек должны существовать одновременно. То есть, когда Заратустра говорит толпе, сверхчеловек или последний человек, он лжет. Сверхчеловек и последний человек В тот момент, когда станет возможен последний человек Станет возможен сверхчеловек В тот момент, когда наступит последний человек Станет возможен сверхчеловек И потому у нас нет повода вгоревать Ибо последний человек все ближе Но получается, что сверхчеловек Зависит Нет, поэтому золотующее еще не сверхчеловек Он освободится от этой зависти Вся третья глава будет посвящена освобождению от этой зависти И когда он освободится Тогда он женится на своей жизни, умрет, и тогда появится Дионис. Зачем тогда нужно стремиться к сверхчеловеку, то есть, ну, как-то создавать условия, если вместе с ним появится... Это золотуюство поймет только в самом конце. И это будет частью принятия. Но как он появится, если вы к нему не будете стремиться? Я же сказал, появится возможность. Нет, но если к нему не стремиться, то есть движение есть только вверх и вниз. Да. Вот, если к нему не стремиться, то общество будет деградировать, и появится последний человек, и вместе с ним опять же появится... Нет, не появится сверхчеловек, появится возможность. Сверхчеловек возможен тогда, когда возможен последний человек. Сверхчеловек возможен лучше всего тогда, когда возможен последний человек. И потому для него больше потенции появится, когда появляется последний человек. Но это не факт, что он появится. Если вы ничего не будете делать, вы будете деградировать. Последний человек появится и так, и так. Но сверхчеловек не появится без усилий. Ницше скажет по-другому, в ту сторону добра и зла. Самые величайшие эпохи с точки зрения духа, самые жалкие с политической точки зрения. Самая жалкая эпоха с политической точки зрения – это эпоха мира, эпоха всеобщего ничтожества, эпоха близости последнего человека. Но именно потому, что она жалкая, самая жалкая с политической точки зрения, она может оказаться самой великой с точки зрения духа, с точки зрения появления следующего человека. Они охотно распинают тех, кто изобретает для себя собственную добродетель и ненавидит одинокого. Остерегайся из святой простоты. Все для нее нечестиво, что непросто. И она любит играть с огнем костров. Остерегайся приступов любви. Несколько скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается. Зато что признается себе позднее, что он поступает точно так же. Немного меха на лапах и теплое дыхание. И этого достаточно, чтобы я притянул руку к этому существу. Итак, остерегайся двух видов людей. Остерегайся добрых и праведных. Остерегайся простаков. Но главное, остерегайся самого себя. Остерегайся собственной слабости. Ибо одиночество делает слабым. Иному ты должен подать не руку, а только лапу. И я хочу, чтобы у твоей лапы были когти. Но следующим врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам. Ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах. Одинокий, ты идешь по пути к самому себе. Да, путь созидающего – это всегда путь к самому себе. Потому что главное создание созидающего – это он сам. И потому, зато скажет, пути как такового не существует. Есть только множество путей. Нет пути, по которым может пройти каждый к себе. Есть миллион путей, по которым каждый должен. И по каждому из них каждый должен пройти к самому себе. У каждого свой путь. Да, о чем и речь. Поэтому путь есть. Нет. Но пути не для всех. Пути как такового не существует. Для всех. Да, у каждого свой, да, да, конечно, конечно. У каждого пути. То есть у вас, нет, у вас свой путь к самому себе, у вашего соседа свой путь к самому себе. И вы не можете сказать, смотри, мне помогла медитация и камни лечения. Тебе поможет медитация и камни лечения. Сейчас это кажется вам естественным, потому что вы живете в веке, на которые ничего повлияло на все 100%. И твой путь идет мимо тебя самого и твоих семи демонов. Семь демонов. Семь одиночеств. Отсылка к третьей книге. К четвертой книге, прошу прощения. И сейчас мы даже сыграем в подставь. Помните, в детстве были такие, где один столбик слов, второй столбик слов. И надо было вот так вот клинику проводить. Вот сейчас мы в это сограем. И ретиком ты будешь для себя и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем. Отлично. В четвертой книге, просто спускаясь на крик высшего человека, семь раз встречается, не с семью, конечно, людьми, их больше. Это восемь людей и осел. Но встреч только семь. Эти семь встреч и есть семь одиночеств. В этом смысле мы могли бы пошутить и сказать, что то, что происходит в четвертой части, происходит до первой. Потому что золотуст уже знает про эти семь одиночеств. Но опять же, это всего лишь возможность. То есть я не говорю, что это действительно так. Но тогда четвертая часть имела бы значение. Золотуст находит высших людей, говорит с ними. Приходят лев и голуби, и он начинает спуск. И если вы начнете читать четвертую часть, вы увидите, что она очень походит на начало первой. Он также говорит к солнцу. Он также говорит, пора спуститься и начинает спускаться. И она заканчивается, так начинается закат золотуст. Это была бы отличная шутка. Золотуст заканчивается там, где он начинается. И поэтому, когда мы заканчиваем читать золотуст, мы должны начать читать золотуст. Это как разокорство. Да, да, да. И это было бы кольцо. Было бы очень красиво. Но доказательств мало. Кроме того, что золотуст знает, что такое семь одиночеств, будет еще, как мне кажется, еще одно доказательство. Но это десятое дело. Что это за семь встреч в четвертой книге? Вы написали семь этих самых? Я же говорю, будем играть. Напишите семь слов, которые золотуст произносит. Семь одиночеств. То есть или иди к колбасу? Да, 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 да. В столбичек. И реально второй столбичек. Играть мы не будем, потому что для этого надо читать четвертую часть. Вы дома можете сыграть. О, кстати, еще лучше. Я просто скажу вам, с каким столбиком надо сравнить. Готовы, да? Первое, с кем встречается золотуст, это два короля. Второе, с кем встречается золотуст, это пиявка. Давайте я забегу вперед. Вы понимаете, кто такие два короля, но пиявку понять сложно. Пиявка – это ученый, сконцентрировавшийся на одной проблеме, узкозаточенный ученый. Он разбирается в мозге пиявки. Больше ни в чем не разбирается. А? Не-не-не-не. Просто ученый, который работник. Вот он одно дело знает и все. В его случае это мозг самого жалкого существа, пиявки. Следующий – это чародей. Вы узнаете еще о чародеи. Поэтому я ничего не буду говорить. Следующий – это Папа Римский. Папа – это в отставке глава. Следующая глава, самый безобразный человек – это убийца Бога. Он думает, что он убил Бога. Следующая глава – это добровольный нищий. И последняя глава – это тень. Вот семь встреч, семь глав и семь одиночеств. Золотустра знает про семь одиночеств и Золотустра знает про эти семь встреч. Вы можете попытаться понять, кто из них кто, если хотите. Это вы решите сами. Мое дело – указать вам на вопрос. Если бы мы прошли семь этих глав, если бы мы прошли четвертую часть, я бы что-нибудь сказал. Мы не считаем этого. Мое дело – просто отправить вас вперед, в будущее, вдаль. А мы продолжим читать пятую строчку. Твоим желанием должно быть сжечь себя в собственном пламени. Как же хотел ты обновиться, не сделавшись первопеплом. Именно это и сделал Золотустра. Вот второй вам намек на то, что Золотустра знает уже про это все. Он уже пережил семь одиночеств. Помните, свой прах несешь ты на гору, а с горы ты несешь свой огонь. Одинокий, ты идешь путем соседающего. Бога хочешь создать из себя и своих семи демонов. Бога ты хочешь создать себе и своих семи демонов. Кого ищет Золотустра в четвертой части? Высшего человека. Он слышит крик высшего человека. И он бежит на этот крик, но встречает... Семь раз он встречает этих восьми персонажей осла. И только в самом конце он понимает, они и есть коллективно высший человек. Ни один из них не является высшим человеком. Но все вместе они могут претендовать на то, чтобы быть им. Поэтому Золотустра прекрасно знает эту историю. Понятно, почему ее знает Ницше, да? И, соответственно, кажется, что возможно, что действительно четвертая часть это прикро. Созидать хочет любящий. Одинокий, ты идешь путем любящего. Себя самого любишь ты. И потому презираешь себя, как презирает только любящий. Ну, понятно, любовь и презрение идут вместе. Вы любите себя в том смысле, что вы любите будущего себя. И потому презираете себя настоящего. Созидать хочет любящий, и он презирает. Что знает тот о любви, что не должен был презирать то, что любил он. И Золотустра сам любит и презирает людей. Помните, зачем ты идешь к людям? Я люблю их, да, да. Со своей любовью и своим созиданием иди в уединение, брат мой. И только позднее закрывает след тебе справедливость. С моими слезами иди в свое уединение, брат мой. Я люблю того, кто хочет созидание быть превыше самого себя и так погибает. Так говорит Золотуст. Да, он отправляет ученика, естественно, умирать. И сам Золотуст, естественно, умирает в конце, когда он сам поднимается в свое уединение последний раз. Хорошо, давайте, есть у вас вопросы? Вопросы, вопросы. Хорошо, давайте тогда следующую главу. О старых молодых подъемках. О да, эта глава очень интересная. Видите, как она отличается от других? Она начинается с беседы Золотустры и начинает ее не Золотустры. Это удивительно. Все речи до этого были просто речами Золотустры. И тут вдруг диалог. Там был диалог уже с юношкой на галере. Да, но не юноша подошел к Золотустре, а Золотустру к юноше. Диалог-то был. Да, 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 вы правы, конечно, спасибо. Здесь же диалог начинается не Золотустрый, потому что Золотустрый как раз-таки не заинтересован в диалоге, ибо он пытается заткнуть рот маленькому ребенку, его собственному ребенку. Дети всегда нуждаются в том, чтобы им затыкали рот. Итак, это последователь Золотустры. Прошу вас. А, подождите, а ребенок откуда? Сейчас все будет объяснено. Он от женщины, вы не думаете. Непорочное зачатие потеряло. Итак. Чему крадешься ты так робко в сумме, как у Золотустра? Что прячешь ты бережно под своим плащом? Итак, один из учеников, один из последователей все-таки спрашивает Золотустру. Что с ним не так? Не сокровище ли подаренное тебе? Или рожденное тебе дитя? Или теперь ты сам идешь паровскими путями? Ты друг злых? И смотрите, из трех вопросов один точно в цепи. Ну естественно центральный, да? Поистине, брат мой, отвечал Золотустру, это сокровище, подаренное мне. Это маленькая истина, что несу я. Но она беспокойна, как малое дитя. И если бы я не зажимал ей рта, она бы кричала во все город. Ну естественно, как малое дитя. Итак, глава о старых молодых бабенках, на самом деле глава об истине. Самая крикливая истина, которую Золотустра получает, сейчас его в руках. Что это за крик? Почему она хочет кричать? Что это за крикливая истина? Мы уже слышали ее. И если вы прочтете последнюю фразу в этой главе, вы поймете, что это за истина. Простите последнюю фразу. Ты идешь к женщинам, не забудь плетку. Да, ты идешь к женщинам, тогда не забудь плетку. Но вы уже близко. Естественно, все есть насилие. А особенно поиск истины. Истина это женщина, мудрость это женщина, жизнь это женщина. Нельзя обращаться с ними иначе, кроме как насилием. Нельзя приструнять их иначе, кроме как насилием. Их надо насиловать. Мудрость и жизнь это две любовницы Заратустра. Они все время будут ревновать друг к другу. Позднее они появятся, по крайней мере, жизнь точно появится как персонаж. И в конце концов Заратустра выберет не мудрость, а жизнь. Но она будет любить его только по одной причине. Он все время насилует ее. А мудрость любила бы его иначе. И мудрость он все время насилует. Но жизнь он любит больше, чем мудрость. До этого мы никогда не дойдем, вам придется прочесть. А, вопрос. Если он любит больше жизнь, чем мудрость, то не Слэфи это его последним человеком? Нет. Жизнь имеется в виду не его собственная жизнь. Имеется в виду Дионисовский выход из единства с миром. Итак, эта несчастная истина кричит Заратустра не в силах ее удержать. Она всем должна сообщить, что мир есть насилие. И что единственный способ взаимодействия с миром – это насилие. Когда веган говорит вам, что он не ест мясо, потому что он против насилия, спросите, больно ли цветам, которые он поедает. Спросите ли, были ли они живы. Перед тем, как он их уничтожил, порубил и размолол своими зубами. Все есть насилие. Даже солнечный свет, он ведь не просто падает, он ударяет. Все это время по вашему телу бьют огромное количество, как правильно называть, фотоны. Что это, как не насилие? А еще они насилуют друг друга, как и атомы, бьющиеся постоянно в пустоте. И соединяющиеся вместе. Что делает эта парта, как не насилует этот пол? Потому что она прилагает к нему усилия. Что есть отношение между людьми, как не насилие, когда вы все время пытаетесь соседа заставить вас делать то, что вы хотите, а он пытается заставить вас? Наш в курсе является насилием. Конечно. Что есть образование, как не насилие? Вы все время пытаетесь насильно заставить себя. Сам факт, что вы сюда пришли, с утра встав, во сколько-то там, насильно. Заметьте, я уверен, что часть из вас даже завела будильник. То есть вы загодя приготовили насилие над собой. И совершили его, когда он зазвенелся. Вот насилие? Да. Звук, проникающий сюда, это насилие. Но это хотя бы не то, что... А что не является насилием? Ничего. Я тут не скажу. А смерть является насилием? Ну, конечно. А как это умер? Смотрите, а что происходит с вашим трупом? Его все время кто-то насилует. Смотрите, в него проникают и двигаются внутри него всякие опарыши. Его подъедают, его откусывают всякие крысы. Так что нет, нет. Это все насилие. И золотухство пытается заткнуть глотку этому ребенку, потому что он кричит громче всех. А получается, что это становление себя человеком, это увеличение насилия, верно? Естественно. То есть это противоположность попытки сбежать от насилия у христиан. Ну нет, нет, нет. Вы поранитесь. Давайте. Боис не брат, но это сокровище подарено. Не это маленькая истинность унесу я. Но она беспокоен, как малое дитя. И если бы я не из нее жмал ее рта, она качала бы во все горло. Когда сегодня я шел один своей дорогой, час, когда солнце садится, мне постучала старушка, и так говорила она моей душе. Итак, первое, это диалог в диалоге. Как у Платона. Второе, это воспоминание о диалоге внутри диалога. Как у Платона. Третье, значит, Заратустра может обманывать ученика. Что он скажет ученику? Что это не его истина. Что это истина от старой бабенки. От женщины, которая не может иметь детей. Вот откуда получил этого ребенка Заратустра. Но, цитилой самому Заратустру, для женщины это ничего невозможного. Что же это за разговор с женщиной? Ну, старая женщина. Много уже говорил Заратустра, даже нам, женщину, но никогда не говорил нам о женщине. Я возразил, о женщине надо говорить только мужчинам. Да, потому что только они нуждаются в знании о женщине. Никто больше в нем не нуждается. Скажи мне и о женщине, Платона. Я достаточно старался, чтобы тот час все позабыть. Да. Старука не совсем женщина, потому что она уже потеряла функцию женщины. И поэтому ей можно услышать правду о женщине. Это женщина. Но она аргументирует это тем фактом, что она может все забыть. Все, в женщине загадка, и все женщины имеют в одно разгар. И смотрите, Заратустра не обманут этим. Заратустра знает, что он не может говорить женщинам о женщинах. Ибо кто ему поверит? Что он понимает? Он, кто соблюдает целебат. Он, кто... Как это по-русски? Мы же только что читали. Целомудрение. Целомудрение, да. Он, кто целомудренный. Что он знает о женщинах? Поэтому Заратустра использует женщину, чтобы она говорила женщине о женщине. Эта старуха все разболтает. Даже ее истина не может заткнуть рта. И она сама подходит к Заратустре. И потому Заратустра знает, что если она скажет ей свое учение о женщине, это учение о женщине она распространит дальше. Все в женщине в загадке. И все в женщине имеет одну разгадку. Она называется беременность. Мужчина для женщины средство. Цель всегда ребенок. Но что такое женщина для мужчины? Друг вещей хочет настоящий мужчина опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самые опасные игрушки. Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для отдохновения воина. Все остальное глупость. Да, для отдохновения воина. Отдохновение это игра. И естественно игра с самой опасной игрушкой. Войны не играют с безопасными игрушками. Слишком сладкий плодок не любит воин. Поэтому любит он женщину. Гайка и самая сладкая женщина. Помните, что это все не про женщину. Не про самку гомосапиенца. Это все не про это. Какими бы острыми вам не казались эти психологические наблюдения. Кто такой воин, вы знаете. Вы знаете, о какой женщине идет речь тогда. Лучше мужчины понимают женщину детей. Но мужчина больше ребенок, чем женщина. Настоящий мужчина не сокрета дитя. Она хочет играть. Ну-ка, женщина, откройте мне дитя в мужчине. Да, станьте игрушками. Пусть женщина будет игрушкой чистой и тонкой. Как алмаз сияющей добродетелями еще не существующего мира. Заметьте, это еще не слова о браке. Слова речи о браке будет позднее. Пусть луч звезды сияет в вашей любви. Пусть ваша надежда зовется. О, если бы мне родить всех человека. Пусть в вашей любви будет храбрость. Своей любовью должны вы атаковать того, кто внушает страх. Пусть в вашей любви будет ваша честь. Женщина вообще мало понимает чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимыми. И никогда не быть корыли. Пусть мужчина боится женщины, когда она любит. Ибо она тогда приносит она любую жертву, а любая другая вещь для нее не имеет цены. Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит. Ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина дурна. Кого ненавидит женщина больше всего? Так говорит железо магниту. Я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь. Но не назначен силен, чтобы притянуть к себе. Иными словами, любовь и ненависть женщины пропуждают мужчине волю. Счастье мужчины. Счастье мужчины зовется я хочу. Счастье женщины зовется он хочет. Это очень красивая, на мой взгляд, игра слов. Потому что здесь не хватает всего одного и того же слова, фактически. Одной и той же части речи, чтобы эта фраза стала полностью понятной и полностью прозрачной. Чего не хватает? Ну подумайте над этим. Смотрите, перед только стал мир совершенен. Так думает каждая женщина, когда она повинуется полноты любви. И повиноваться должна женщина и найти глубину для своей поверхности. Поверхность душа женщины. Подвижная бурливая пленка на мелкой воде. Но душа мужчины глубока. Ее бурный поток шумит в подземных пещерах. Женщина чует его силу, но не понимает ее. Но не понимает ее. Суть женщины в саможертвоприношении. В автожертвоприношении. Она должна погибнуть от своей любви. Мужчина не должен погибнуть от своей любви. Именно поэтому женщина любит свою погибель, ребенка. Мужчина не любит детей. Но душа мужчины глубока. Ее бурный поток шумит в подземных пещерах. Женщина чувствует его силу, но не понимает ее. Тогда возразила не старая женщина. Много лестного сказал Заратустру. Особенно для тех, кто достаточно молод для этого. Заметьте, она уже догадывается, что она все разболтает. Странно. Заратустру мало знает женщин, и однако он верно говорит о них. Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного? Иными словами, женщину нельзя определить, или можно определить ее как угодно. Философия – это любовь к истине. Но если истины не существует, что такое философия? Это все, что угодно. И потому из нее можно сделать все, что угодно. С помощью чего? С помощью воли. Женщина прибуждает в мужчине волю. Это воля и будет воля к власти, о которой Заратустра будет говорить в самом конце. Я напоминаю вам метафора насилия у Макиавелли и из предисловия «по ту сторону добра и слава». Для женщины нет ничего невозможного. Вторая отсылка, которую вы найдете, и вторая шутка заключается в том, что есть такая женщина, которая совершила невозможное. Родила ребенка ни от кого. Поэтому для женщины нет ничего невозможного. А теперь благодарность, кроме маленькую истину. Ведь я достаточно стара для нее. Да. Что это значит? Я достаточно стара для нее. Потому что когда она скажет «иди к женщине и не забыть плетки», старуха знает, никто не будет использовать на ней плетку. Она никому не нужна. Запеленай ее и зажми ей рот, иначе она мне отключает во все горло. Это маленькая истина. Женщины много знают о клике и маленьких истинных. Дай мне, женщина, твою маленькую истину, сказал я. И так говорила старушка, ты идешь к женщинам, не забудь плетку. Так сказал Заратус. Хорошо. Давайте остановимся на этом и вернемся уже для последней попытки на этой неделе.